Как мы видим, здесь есть некоторые полигоны и некоторые точки. Полигоны – это лицензионные участки, а точки – это скважины. И сейчас данные совершенно не оформлены, и с ними работать как-то сложно. Вообще, хотелось бы сделать их читаемыми, во-первых. Во-вторых, придать им такое оформление и добавить специальные элементы, которые появились как раз в Argus Pro 2.1. Это динамические таблицы и динамические диаграммы. И в таком виде, в виде каждого лицензионного участка, представить всю имеющуюся в каждом участке информацию. Как это сделать? Это, конечно, можно было частично сделать и ранее в Argus Desktop, в WorkMap. Но появляются также новые возможности, чтобы сделать это быстрее, чтобы это выглядело красивее, и мы могли сделать это проще. Если мы выберем один из слоев и перейдем в вкладку «Оформление», то увидим в виде символов разные виды оформления. Нам подойдут градуированные цвета в данном случае, и мы можем настроить наше оформление по полю, допустим, по дебету нефти. И цвет будет у нас показывать, малые или большие значения. Кроме того, мы можем настроить зависимость по атрибутам. Если вы раньше работали с представлениями, то понимаете, как нужно было далеко погружаться в программу, чтобы настроить эту опцию. Сейчас мы можем изменять символы по атрибуту и настроим размер по полю объем месяц, потому что это важно. И получаем сейчас такие большие значения. На самом деле их можно ограничить. Ограничим это двадцатью пунктов. Теперь наши кружки уже становятся более понятными и понятно, какие значения, какие объемы. И кроме того, можно использовать еще другие графические перемены, например, прозрачность. Прозрачность мы покажем по проценту обводненности. Для того, чтобы понять, где у нас существуют какие-то проблемы. В общем, где необходимы разные подходы к добыче нефти. Кроме того, мы можем настроить прозрачность по этому полю и поменять ее, сделав наиболее обводненные участки более прозрачными. Вот, поменяем эти значения. И теперь мы видим, что некоторые показатели на севере, они поменяли цвет. И при включении таблицы атрибутов увидим, что там большая обводненность. Вот, это, как вы видели, все это делается очень быстро. И дальше мы можем работать с данными, настраивать для них надписи с целью экономии времени. Я покажу просто результат, как это выглядит. Также можно настраивать здесь выражения по одному полю, по нескольким, умножать, делить, делать с ними все, что угодно. Вот, и сейчас покажу, как это выглядит в компоновке. Компоновка у нас здесь определяется следующими вещами. У нас есть разные лицензионные участки, и каждый из участков используется для создания отчета, как в многостраничной компоновке. У нас есть несколько наборов данных, в том числе есть такие зависимые элементы, как легенда. И сейчас покажу, как добавить один из динамических элементов, а именно динамическую таблицу. Вот, это происходит следующим образом. Фрейм данных, распределение объема добычи. Дальше мы можем нарисовать область, куда добавить наши данные, и представить это здесь. Вот, и на моем докладе, который будет после обеда, я расскажу, как это делается более подробным образом. Результат при добавлении диаграммы, при добавлении еще динамической таблицы, выглядит следующим образом. Вы видите, что у нас меняется диаграмма, меняется экстенд, меняется все, что находится в таблице. В таблице мы можем настроить поля, которые нам необходимы, допустим, идентификатор, ну и характеристики, которые могут быть предоставлены далее. И по каждому из лицензионных участков мы получаем такую некую сводку, которая динамически изменяется, и делается это довольно быстро. Я сделала этот проект буквально за полчаса, и в результате мы можем передать это каким-нибудь заказчикам, либо другим заинтересованным лицам в виде подобной многостраничной компоновки. Вот, для каждого из лицензионных участков представлена подходящая именно этому участку по экстенту информация. Ну, здесь всего одна, поэтому ничего у нас нет. Ну, для тех участков, где больше всего скважин, там ситуация поинтереснее. Вот, кроме такого представления информации, мы можем еще и настроить какие-то другие элементы оформления. Как вы видите, у нас было много, ну и вообще можно много всего добавить интересного на карту, и хотелось бы, но наши возможности ограничены тем, что мы можем использовать поворот, цвет, размер, прозрачность, а больше мы ничего не можем использовать. Вот, для того, чтобы исправить эту ситуацию, мы можем настроить это как в дестопе, но и далее опубликовать это на наш корпоративный портал и открыть настроенную на языке аркада специальное всплывающее окно, которое будет показывать нам дополнительные сведения. Покажу, как это выглядит в Аргиз, портал Фороргиз в нашем корпоративном портале. Вот, и это все те же точки, которые мы видели с вами чуть раньше. При клике на них мы видим следующие сведения. Что это такое? Что это за информация? Мы видим информацию по идентификатору нашей базы, по горизонту, самые базовые сведения, которые здесь на карте могут быть недоступны, и информацию по некоторым другим характеристикам. Кроме того, мы настроили показатели по обводненности не в виде процента, а в виде текста. Как мы это сделали? В специальных настройках всплывающего окна есть возможность в HTML тоже. В коде это выглядит так, он совсем несложный, есть специальные руководства, как это все сделать. Вот, мы сделали фон следующим образом, потянули сюда все элементы, то есть они динамически изменяются, если вы что-то отредактируете, то и здесь все поменяется. И здесь есть вот такое вот выражение. Как раз оно и передает такие параметры, как название по обводненности, мы взяли одну из распространенных классификаций, и кроме названия, кроме текста, простите, мы сюда также добавили значение и по цвету. То есть, таким образом, мы можем показать участки вот с высоким уровнем, с низким, с малым уровнем, и я еще чуть раньше показывала, по-моему, это было здесь, со средним уровнем, который показан желтым цветом. Вот. После обеда будет еще один доклад, где я более подробно расскажу, как это настраивается в настольном приложении, и мы представим более расширенную программу этого демоса. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.